А мы слышим, что залпы идут, они не прекращались, эти залпы. И потом мы спустились вниз на какое-то нулевое, темное помещение, и я вижу, это только выход, слово, и не знаю, вроде бы, бежать, кто там в темноте, что там в темноте. Первые побежали, дверь открылась, я увидела, что уже улица. Муж меня схватил, и мы как бы выбрались на улицу. А остальные, которые шли за нами, они пошли еще дальше вниз. Вчера переживали, конечно, это тяжело, потому что мы пришли домой, и скорая была, и все, и вроде бы дали таблетку успокоительную. Ты закрываешь глаза, ты это видишь, ты остаешься одна, ты это слышишь. И сегодня, конечно, всем соболезную, и это беда, это беда. Они просто шли, расстреливали, ну просто вот так вот, их пять или шесть человек, они шли вот так вот с автоматами, и они не вверх стреляли, они не кричали, они не говорили там всем лежать, убьем и прочее. То есть они просто шли и молча всех расстреливали, звуки были рассеянные, мы вообще не понимали. Это невероятно, это сейчас только понимаешь, что ты просто счастливчик, везунчик, тебе повезло. Я приехала домой, моя куртка была просто в крови, кто-то, видимо, с собой закрывал, они просто шли, и сзади меня были люди, они с собой закрывали меня, получается, ну меня, мою родню и тех, кто был со мной рядом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!